Привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим с вами настройку спортивных часов японского бренда Casio, модель AQ-160W. Рассмотрим настройку электронного дисплея, а потом аналогового времени. В режиме текущего времени нажимаем и удерживаем левую верхнюю кнопку до тех пор, пока не начнут мигать наши секунды. Для того, чтобы их обнулить, нажимаем правую нижнюю кнопку. Это необходимо выполнять в том случае, если вы хотите добиться максимально точного времени, например, по часам с радиоконтролем. Далее нажимаете кнопку мод, левую нижнюю, один раз и переходим в настройки нашего часового пояса. Для того, чтобы изменить часовой пояс, нажимаете на кнопки с правой стороны и выставляете тот часовой пояс, который соответствует вашему местоположению. Вот, GIDA, TIGERAN, ну и так далее. В принципе, в инструкции к часам внизу под видео будет полностью расшифровка всех кодов городов, которые имеются в данной модели. У меня KAIR, я оставляю правильно. Дальше нажимаем кнопку мод еще раз и переходим в настройки наших часов. Изменяем значение часов, нажимая на все те же кнопки с правой стороны и изменяется значение наших часов. Дальше кнопку мод, переключаем минуты аналогичным образом, изменяем, нажимая на кнопки с правой стороны. Еще раз кнопку мод, формат времени. Тут может быть 12-часовой формат времени и 24-часовой формат времени. Не может появиться индикатор PM, что будет означать время после полудня, если оставите 12. Дальше нажимаете еще раз кнопку MODE, 24 появилось, и индикатор исчезнет. Дальше нажимаете кнопку MODE, левую нижнюю мигает значение нашего текущего года. Изменяете значение года, нажимая на кнопки с правой стороны. Тут автоматический календарь, который установлен до 31 декабря 2099 года. Дальше кнопку MODE, мигает значение нашего месяца, сейчас сентябрь, то есть 9 мигает верно. Изменяете, нажимаю все те же кнопки с правой стороны. Еще раз кнопку MODE, то есть нажимаете кнопку MODE и переключаете соответствующие разряды. Изменяете текущее число, нажимая на кнопки с правой стороны. Дальше кнопку MODE и LT, это длительность подсветки. Тут подсветка может быть 1,5 секунды и 3 секунды. Если вы нажмете на правую нижнюю кнопку, вот этот маленький индикатор будет означать 1,5 секунды. Еще раз нажмете, это 3 секунды. То есть каждый выставляет под себя. Оставим 1,5 секунды. В принципе, все будет хорошо видно и читабельно в темноте. Дальше нажимаете кнопку MODE. Обратно мигает значение наших секунд. Мы вернулись к изначальной настройке нашего электронного дисплея. Для того, чтобы сохранить все наши измененные значения, нажимаете левую верхнюю кнопку 1 раз. И все измененные нами параметры будут сохранены. Теперь рассмотрим настройку аналогового времени. Нажимаете кнопку MODE до тех пор, пока не появится аж SET вверху. Теперь зажимаете левую верхнюю кнопку до тех пор, пока не начнет мигать наше время. Для того, чтобы дискретно изменять, то есть по чуть-чуть значение минут, нажимаете на правую нижнюю кнопку. Если вы зажмете правую нижнюю кнопку, минутная стрелка начнет быстрое движение. Но, так как это довольно неудобно нажимать постоянно, что создает определенную нагрузку на палец, есть такая фишка в часах. Зажимаете вот эту кнопку и параллельно ей вот эту кнопку. И ваша задача заключается в том, чтобы вовремя остановить движение стрелок на соответствующем времени. Ну, для наглядности видео я остановлю на любом значении времени, но вы имеете в виду. Нажимаете на вот эту кнопку и, если надо, подгоняете до необходимого значения. Вот, теперь для того, чтобы сохранить изменения нашего аналогового или стрелочного времени, нажимаете левую верхнюю кнопку один раз. Для того, чтобы выйти с этого режима H-SET, нажимаете левую нижнюю кнопку один раз. Всё, мы перешли в текущий часовой режим. Тем самым выставили электронное время и аналоговое. Также есть в этих часах небольшая фишка, как включить автоподсветку. В этом же текущем режиме зажимаете правую верхнюю кнопку и держите некоторое время до тех пор, пока не появится вот этот маленький значок сверху. Вот он. И, тем самым, вы включили автоматическую подсветку. Для того, чтобы её отключить, обратно зажимаете правую верхнюю кнопку, держите некоторое время, автоматическая подсветка была отключена. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, моё видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал. Всем здоровья, мира и добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!